Сура 21. Пророки. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного, приблизился к людям час расчёта с ними за все совершённые деяния, день суда. А они, неверующие, живут в беспечности, даже не задумываясь о том, что может их постичь в день суда, и отвращаясь от размышлений о расчёте. Когда приходит к ним неверующим новое напоминание от их Господа, приводится аят Корана, они слушают его, только забавляясь, насмехаясь с беспечными Корану сердцами. Они заняты всякими пустыми мирскими делами и потехами, и не размышляют о Коране. И однажды, собравшись тайно, беседовали те многобожники, которые были несправедливы, предали Аллаха, желая отвратить людей от пророка. И для этого они решили задавать людям вопрос. Разве этот человек, который утверждает, что он посланник Аллаха, не такой же, как вы, человек, а не ангел? Неужели вы поддались колдовству? Когда вы это видите, знаете, что это колдовство? Сказал он, пророк Мухаммад, «Господь мой знает речи на небе и на земле, и Он знает, о чём вы тайно беседуете. И ведь Он слышащий все речи, знающий ваше положение». Но они, неверующие, сказали, отвергая Коран. Это связка запутанных слов. Однозначно измыслил он Мухаммад его. Однозначно он поэт. Если он хочет, чтобы мы уверовали в него, тогда пусть же он придёт к нам с таким знаменем, которое мы увидели бы, чудом, подобным верблюдице пророка Салиха, или посоху Мусы, как посылались первые, пророки раньше. Не уверовало до них, до многобожников Мекки, ни одно селение, люди тех селений, которые мы погубили за их неверие в знамение Аллаха, когда они требовали у пророков чудеса и затем не признавали их. Неужели же уверуют они, мекканские многобожники, если мы приведём им такие чудеса, которые они просят? Отвечая на их вопрос, «Разве этот человек не такой же, как вы, Аллах Всевышний говорит, «И до тебя, о Мухаммад, мы посылали только мужчин, людей, а не ангелов, которым внушали, давали откровения. Спросите же о неверующие мекканцы, людей напоминания, людей, которые знают о неспосланных ранее книгах, если вы сами не знаете. И мы не сделали для них, для прежних пророков, таких тел, что они стали бы не кушающими пищу, и не были они вечными, бессмертными. Потом мы оправдали, исполнили данное им, пророкам и их последователям, обещание о том, что их спасём и погубим отвергших знамени. И спасли их и тех, кого желали, тех, которые признали истину, и погубили излишествующих, многобожников. Уже мы не спаслали вам Писание, Коран, в котором ваше напоминание, то, с чем вы будете помнить вашего Господа. О, мекканцы, неужели вы не уразумеете, что мы почтили вас тем, чем не почтили других, отправив к вам посланника и дав вам Коран? И сколько мы разбили, погубили селений, жители которых были притеснителями, неверующими в то, что не спасал им Аллах, и воздвигли, создали после них, после погибших, других людей. После того же, как они, те неверующие, почувствовали, увидели нашу ярость, сильное наказание, то вот они из нее, из селения убегают. И было сказано им с насмешкой, «Не убегайте и вернитесь к той роскоши, которой вы были наделены, к наслаждениям и благам, и которая была причиной вашей гордыни и неверия, и к вашим жилищам, которыми вы хвалились. Может быть, у вас что-нибудь попросят?» Они признали свое злодеяние и сказали, «О горе! Погибель нам! Поистине, мы были притеснителями, причинившими зло самим себе своим неверием. И не прекращался этот их зов. Слова признания собственного злодеяния повторялись до тех пор, пока мы не сделали их как сжатую ниву, пустое поле, потухшими, погибшими. И не создали мы небо и землю и все то, что между ними, забавляясь, без цели. А для того, чтобы вы, о люди, смотрели на все это и размышляли, и знали, что создателю всего сущего нет никакого подобного, и поэтому только Он есть истинный Бог, которому поклоняются и служат. Пусть знают многобожники, что Аллах не таков, чтобы брать себе супругу или ребенка. Если бы мы желали взять себе забаву, супруга или сына, мы непременно взяли бы его от себя, из числа ангелов или райских горий, а не от вас, если бы вообще мы стали это делать. Более того, мы ударяем истиной по лжи, и она истинно разбивает ее ложь, и вот та ложь исчезает. И вам, о многобожники, горе, наказание, вечной жизни от того, что вы описываете вашего Господа такими чертами, которые никак Ему не присущи. И Ему, Аллаху, принадлежат все те, кто в небесах и на земле. И те, кто у Него, ангелы, те не проявляют высокомерие, пренебрегая служением и поклонением Ему, и не устают, никогда не прекращают восхвалять Аллаха. Поэтому как можно кого-либо равнять Ему? Они, ангелы, восхваляют Аллаха ночью и днем, никогда не ослабевая от восхваления. Неужели они, многобожники, взяли себе богов из земли, сделанных из золота, камня, и которые оживляют, воскрешают умерших? Если бы были в них двоих на небе и на земле какие-либо боги, кроме Аллаха, то они, небеса и земля, непременно расстроились бы, нарушилось бы их устроение, так как между богами возник бы спор. Приславен же Аллах, Господь трона, Создатель и Владыка трона, от того, что они, многобожники и неверующие, Ему приписывают, от любой лжи, измышлений и недостатков. Не будет спрошен Он за то, что Он совершает, а они, все Его разумные творения, будут спрошены за свои деяния. Неужели они, эти многобожники, взяли себе, помимо Него, каких-либо богов, признали кого-либо, кроме Аллаха, Богом? Скажи им, о пророк, дайте, приведите ваше доказательство на то, чтобы признать кого-либо Богом, кроме Аллаха. Но таких доказательств нигде не существует. Это Коран, напоминание тем, кто со мной, моей общине, и в Нем нет таких доказательств. И также есть напоминание тем, кто жил до Меня, Тора и Евангелии, в которых также нет указаний на то, что есть какой-либо бог, кроме Аллаха. Но большинство их не знают истины и совершают многобожие по своему невежеству и подражая кому-либо. И они уклоняются от истины. «И не посылали мы до тебя, о Мухаммад, ни одного посланника, кроме как только внушив ему, что нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Меня, Аллаха. Так служите же и поклоняйтесь только Мне, Аллаху». И сказали они, «Взял милостивый для себя ребенка». Многобожники считали ангелов дочерями Аллаха. Приславен Он, причист от этого. Наоборот, они, ангелы, рабы почтенные, приближенные к Аллаху. Не опережают они, ангелы, его Аллаха в слове. И они только по его повелению действуют. Ангелы говорят и совершают только то, чего им велит Аллах. Знает Он, Аллах, все, что перед ними, будущие дела ангелов, и то, что позади их, их прошлые деяния. И не заступаются они, ангелы, кроме как только за того, кому Он, Аллах, благоволит. И они, ангелы, от страха перед ним трепещут, боятся. А если допустить, что кто-то скажет из них, из ангелов, поистине, я Бог, помимо Него, Аллаха, то тому мы воздадим гиеной, адом. Так, таким наказанием мы воздаем притеснителям, многобожникам. Разве не видели те, которые стали неверующими, что небеса и земля были единым целым? И мы разделили их, небо и землю, устроив их в виде семи небес и семи земель, и сделали из воды всякую вещь живую. Неужели они, неверующие, не уверуют, видя все это? И мы устроили на земле устойчивые горы, чтобы она, земля, не колебалась вместе с ними, с ее обитателями. И устроили на ней, на земле, широкие проходы, служащие дорогами, чтобы они, люди, находили путь как к своим житейским потребностям, так и к истине. И устроили мы небо крышей, охраняемой для земли, а они, неверующие, от его неба, знамени, таких как солнце, луна, звезды, смена ночи и дня, отворачиваются, не размышляют, видя это. И он, Аллах, тот, который создал ночь и день, и солнце, и луну. Все они по своду, по своей орбите плывут. И не сделали мы ни одному человеку до тебя, о посланник, вечности, бессмертия в этом мире. Неужели, если ты умрешь, то они, многобожники, будут вечными, бессмертными? Каждая сотворенная душа, каждый человек, джинн, ангел, животное, вкусит смерть. Душа отделится от тела, сколько бы она не прожила в этом мире. И мы испытываем вас тяготой, бедностью, болезнью, и добром, богатством, здоровьем, для искушения, чтобы показать, кто проявит терпение и будет благодарным, и кто не вытерпит и проявит неблагодарность. И затем к нам, к Аллаху, вы будете возвращены для расчета и воздаяния за свои деяния. И когда видят тебя, о посланник, те, которые стали неверными, они только насмехаются над тобой, издеваясь. Этот ли человек упоминает о ваших богах, ругая их? А упоминание милостивый, имя Аллаха, ар-рахман, сами они отвергают. Создан человек из поспешности, торопливым. Вскоре я, Аллах, покажу вам, о неверующие, мои знамения, обещанное вам наказание. Не торопите же меня с наказанием, ибо оно, несомненно, придет к вам и в этом мире, и в вечной жизни. И говорят они, неверующие, насмехаясь над обещанием о наказании. Когда же исполнится это обещание, если вы, о Мухаммад, и твои последователи, правдивы? Неверующие считали, что наказание, о котором предупреждал посланник Аллаха, нереально, потому что слишком запаздывает. Если бы знали те, которые стали неверующими, что непременно наступит момент, когда они отвратят от лиц своих прикосновения огня ада, когда войдут в него, так же, как и от спин своих, и не будет им помощи, потому что они упорствовали в неверии и торопились наказанием. Но придет он, судный день, к ним настолько внезапно, что ошеломит их, и не смогут они отвратить его огонь, и не будет им дано отсрочки для покаяния за неверие. И уже в прошлом было так, что насмехались над посланниками, бывшими до тебя, о Мухаммад, так же, как и твой народ насмехается над тем, что ты доводишь до них истину. И постигло же тех, которые издевались над ними, над посланниками, то наказание, над чем они насмехались. Скажи, о посланник, этим, который торопит с наказанием, кто убережет вас ночью и днем от милостивого Аллаха, от его наказания. Но они от поминания своего Господа, от Корана и наставлений Аллаха отворачиваются. Разве у них, у многобожников, есть боги, которые защитят их от нас, от нашего наказания? Не могут они, божества многобожников, даже помочь самим себе, и не будут они от нас, от нашего наказания, избавлены, защищены. О да, наделили мы этих мекканских многобожников и их отцов благами земной жизни, так, что затянулась для них жизнь. Разве они, мекканские многобожники, не видят, что мы приходим к земле, сокращая ее по краям, отдаем во власть верующим город за городом, землю за землей, и разве же они не верующие, а держат верх после того, как стали окружены? Они обольстились своей долгой жизнью, богатствами и детьми и продолжали упорствовать в своем неверии, даже не думая о том, что их постигнет наказание. «Скажи, о посланник, тем, которым Аллах послал тебя, я всего лишь предостерегаю, предупреждаю вас о наказании откровением от Аллаха, от себя ничего не говорю». И не слышат зова, призыва, глухие, те, которые не задумываются после того, как услышат истину, когда их предостерегают. А если коснется их, неверующих, хоть дуновение, чуточку наказания Господа твоего, то они непременно скажут, «О горе, погибель нам, поистине мы были притеснителями, причинив зло самим себе, совершаем многобожие». И установим мы много весов справедливости, точнейшие весы, для дня воскрешения, чтобы произвести расчет деяний рабов Аллаха. И не будет обижена ни одна душа ни в чем, нисколько не будет убавлено ее благодеяние или добавлено ей плохое дело. И даже если будет ее деяние таким же незначительным, как вес горчичного зерна, мы принесем его, учтем это. И достаточны мы, как учитывающие. И уже мы даровали пророку Муси и его брату пророку Харону развлечение, Тору, потому что она разделяет истину и ложь. И свет, руководство, с которым они находят путь к истине, в вопросах убеждения и законоположений. И напоминание, наставление для остерегающихся наказания Аллаха, которые боятся Господа своего, не ослушаются его, совершая запретное или оставляя его повеление в тайне, не видя его в этом мире, и они трепещут от часа, в который наступит день суда, боятся событий и наказания великого дня. А это Коран, благословенное, в котором много блага и пользы, напоминание, которое мы не спасли, не спасли, его Аллах, а никто другой. Разве вы его, Коран, станете отвергать? И уже даровали мы Ибрахиму его прямоту, знание о Господе, веру в него и осознание необходимости подчинения ему. И еще раньше, чем мы избрали его пророком и были мы о нем знающими. Вот сказал он Ибрахим своему отцу Азару и своему народу, выражая свое неприятие, что это за извояние, статуи, которые изготавливаете сами и которым затем вы усердно поклоняетесь. Они сказали «Мы нашли, застали, что наши отцы им извоянием поклонялись и мы следуем за ними». Сказал Ибрахим им «Уже оказались вы и ваши отцы в явном заблуждении, поклоняясь этим идолам». Сказали они «Ты, о Ибрахим, пришел к нам с истиной серьезно или ты из числа забавляющихся или ты просто шутишь?» Сказал он Ибрахим «Наоборот, я серьезен. Господь наш к поклонению которому я вас призываю Господь небес и земли, который сотворил их без прообраза и я из числа свидетельствующих об этом». И Ибрахим сказал про себя «И клянусь Аллахом, я непременно устрою хитрость против ваших идолов, после того, как вы отвернетесь от них, уходя, когда около идолов никого не будет». Затем он превратил, разбил их идолов на мелкие кусочки, кроме главного для них, чтобы они, народ, к нему, к Ибрахиму, вернулись, чтобы объяснить им суть их заблуждения и призвать их к единобожию. И когда люди вернулись и увидели, что их идолы разбиты, то сказали, спрашивая друг друга, «Кто сделал это с нашими богами? Поистине, он, сделавший это, однозначно из числа притеснителей», сказали они люди. Мы слышали, как какой-то юноша упоминал их, говорил о них, которого называют Ибрахим. Сказали они, их предводители, «Приведите же его, Ибрахима, и поставьте перед глазами людей, чтобы они засвидетельствовали, что Ибрахим говорил об этих идолах». Они сказали, «Ты ли сделал это с нашими богами, о Ибрахим?» Сказал Ибрахим при собравшихся людях, чтобы показать глупость поклонения идолам. «Нет, сделал это этот, главный из них, так спросите же их, идолов, если они способны разговаривать». И они, люди, обратились к самим себе, задумались и сказали, «Поистине, вы ведь сами притеснители от того, что поклонялись тем, кто не говорит». Потом они стали перевернутыми на свои головы, вверх ногами, после признания истины, снова принялись утверждать бессмыслицу. «Как мы спросим их, ведь ты знал, что эти идолы не разговаривают?» Он, Ибрахим, сказал, показывая пренебрежение к идолам, «Неужели же вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, что не помогает вам нисколько, когда вы поклоняетесь этому, и не вредит, если не будете поклоняться?» Тфу на вас и на то на идолов, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Неужели вы не задумаетесь, чтобы понять, насколько плохо то, что вы делаете?» Они сказали друг вознамерились, и они забросили Ибрахима в огромный костер, но Аллах помог своему посланнику. «Мы сказали, «О огонь, будь прохладой и миром безопасным для Ибрахима». И Ибрахим пребывал в огне без всякого вреда, и затем Аллах вывел его оттуда. И хотели они против него Ибрахима хитрости сжечь в огне, а мы сделали их потерпевшими великий убыток. Наслали на них комаров, которые уничтожили их. И мы спасли его Ибрахима и Лута, который являлся сыном брата Ибрахима и уверовал вместе с ним в землю, в которую мы не спасали благодать для миров. Они переселились из Ирака в Шаам, где приходили многие пророки, и там обилие плодов. И даровали мы ему, пророку Ибрахиму, сына Исхака, когда он обратился с мольбой к Аллаху и внука Якуба, как дополнение, и всех их сделали мы праведными и покорными Аллаху. И сделали мы их, пророков Ибрахима, Исхака и Якуба, предводителями людей, которые ведут по нашему повелению, призывают людей уверовать в Аллаха и подчиниться его воле. И внушили им делать добрые дела, совершать молитву надлежащим образом и давать обязательную милостыню, закят, и были они нам служащими и поклоняющимися, не проявляли высокомерие над покорностью Аллаху. И пророку Луту мы даровали мудрость, умение разрешать споры, и знание об Аллахе и его законе, и спасли его исселение Содом, которое творило, люди, которого творили мерзости, занимались мужеложеством. Поистине, они, совершая мерзкие и отвратительные деяния, оказались скверными людьми, непокорными Аллаху. И ввели мы его, пророка Лута, в наше милосердие, даруя спасение от того наказания, которое постигло его народ. Ведь поистине, он был из числа праведных, был покорным Аллаху. И вспомни, о посланник, пророка Нуха, как он воззвал к Аллаху раньше, еще до Ибрахима, сказав, «Поистине, я побежден, так помоги же мне». И мы ответили ему на его мольбу и спасли его, пророка Нуха, и его семью, кроме жены и одного сына, от великого горя наказания Аллаха. И защитили его, пророка Нуха, от людей, которые отвергли наши знамения, ведь поистине они оказались скверными людьми, и мы потопили их всех. И вспомни, о посланник, пророков, Дауда и Сулеймана, когда они двое судили, выносили решение о ниве, о посеве, которую повредили, потоптали и поели овцы людей. Стадо овец забрело на посев ночью. И были мы при их суде, в котором участвовали Дауд, Сулейман и стороны, присутствующими. Пророк Дауд вынес решение, чтобы с владельцем посева рассчитались овцами по стоимости испорченного посева. А пророк Сулейман предложил другое решение. Овцы временно были шерстью и приплодом, а посев временно должен быть дан владельцу овец, чтобы он восстановил его. И пророк Дауд признал решение своего сына Сулеймана лучшим. И мы же дали понять это решение Сулейману, чтобы были соблюдены интересы обеих сторон по справедливости. И каждому из них двоих мы даровали мудрость и знания и подчинили Дауду горы, чтобы они восславляли Аллаха, когда Дауд восславлял его, и птиц, и мы были сделавшими это. И научили мы его, Дауда, делать кольчугу, одежду воина, представляющую собой переплетенные между собой маленькие кольца, для вас, чтобы она, кольчуга, уберегала вас, о люди, от вашей ярости, от ударов оружием. Неужели вы не станете благодарящими? А Сулейману мы подчинили ветер, чтобы он служил ему покорным ураганом, который плывет, дует, по повелению его, Сулеймана, в землю, в которую мы не спослали благодать, в Шаам. Этот покорный Сулейману ураган переносил его и тех, которые были с ним туда, куда он желал, и затем обратно возвращал их домой, в Шаам. И мы про каждую вещь, про все являемся знающими. Аллах знал, что то, что он дает Сулейману, Сулейман использует для призыва людей к повиновению своему Господу. А также из числа шайтанов мы подчинили Сулейману таких, которые ныряют в море и достают из него жемчуга и кораллы для него, для Сулеймана, и которые делают для него еще другие деяния, кроме этого, кроме ныряния в море. И мы их, шайтанов, охраняли от того, чтобы они не могли отказаться от повиновения Сулейману. И вспомни о посланник пророка Айуба, которая поразила его тело. Он из-за болезни потерял семью, имущество и своего сына, однако он терпел ради Аллаха, надеясь на его награду. И вот он, Айуб, возвал к своему Господу. «Поистине, меня коснулся вред, а ты, о Аллах, милостивейший из милостивых, так удали же от меня этот вред». И мы же ответили ему, Айубу, на его мольбу и избавили его от постигшего его вреда, устранили беду «И обратно даровали моему семью его, и подобное по количеству им, семье, с ними, еще вдобавок столько же, по милосердию от нас, и как напоминание, как пример для поклоняющихся, для каждого, кто проявляет терпение при беде, надеясь на милосердие Аллаха». И также вспомни о посланник пророков Исмаила и Идриса и Зулькифла. «Все они были из числа терпеливых, которые проявляли терпение в поминовении Аллаху, воздержании от ослушания его и в том, что он предопределил. И мы ввели их под наше милосердие, ведь поистине они были из числа праведных». И вспомни о посланник Зунуна, пророка Юнуса. Он призывал свой народ к вере в Аллаха, но они не отвечали на его призыв. И Юнус потерял терпение проявлять, которое ему повелел Аллах. Вот он ушел от них, будучи разгневанным, и думал, что мы не справимся с ним, не накажем за его непослушание. И когда он пересекал море, оказался в воде, и его проглотил кит. И воззвал он, пророк Юнус, Господу своему во мраках моря, ночи и чрева кита, каясь за свой проступок. Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме тебя. Ты, о Аллах, преславен, превыше любого совершенства. Поистине, я оказался из числа притеснителей, я признаю свой грех. И мы ответили ему, Юнусу, на его мольбу и спасли его от этого горя. И вот так мы спасаем верующих. И также вспомни, о посланник, пророка Закарию, как он, когда уже достиг старости, воззвал к своему Господу, прося его, чтобы он дал ему потомство. Господи, не оставляй меня одиноким, дай мне сына, который бы унаследовал от меня дело исполнения и возвышения твоего слова среди людей, и ведь ты наилучший из наследующих. Только ты остаешься после того, как все умрут. И мне достаточно тебя, если ты не дашь мне сына, так как я знаю, что ты не дашь пропасть вере, которую ты сам и дал. Ты сам поручишь ее тому, кого изберешь по своей мудрости. И мы ответили ему Закарии на его мольбу и даровали ему уже при старости сына Яхью. И мы сделали пригодной для него его жену, способной выносить ребенка и родить, уже после того, как она была бесплодной. Поистине, они устремлялись к совершению благих дел и молились нам с надеждой на обретение той награды, что у нас, и со страхом того, что может постичь наше наказание. И были они перед нами смиренными. И также вспомни о посланник ту Марьям, мать пророка Исы, которая сохранила свой женский орган. Ее не коснулся ни один мужчина. И мы послали к ней ангела Джабриила и вдунули в нее через разрез в ее одеянии от нашего духа, от духа, которым мы владеем, который принес Джабриил. И сделали мы ее, Марьям и ее сына Ису, знамением, показывающим могущество Аллаха для миров. Поистине, эти пророки Аллаха, ваша община, вера, единая, вера всех пророков одна, единобожие. И я Господь ваш, о люди, поклоняйтесь же и служите мне. А они, люди, разделили свое дело среди самих себя, разделились между собой, когда придумали себе разные вероучения, отклонившись от единобожия. И каждый, кто откололся от истинной веры, к нам вернется в день воскрешения, а не к кому-то другому. А кто же будет совершать праведные дела, будучи верующим, не будет ни признания его старанию, его благие дела не пропадут, а наоборот, Аллах приумножит их. И поистине, мы для него записываем, ангелы записывают его праведные дела, и он увидит все записанное в день суда. И установлен запрет на любом селении, на обитателей селения, которые мы погубили, за их неверие и злодеяния, чтобы они не вернулись обратно в этот мир, чтобы покаяться в неверии и своих злодеяниях, пока не будет открыта преграда, за которой находятся два народа, Яджудж и Маджудж, Гок и Магок, пока не наступит день суда, незадолго перед которым произойдет выход Яджудж и Маджудж. И они устремятся вниз, с каждого склона, возвышенности, быстро распространяясь по всей земле. И приблизилось обещание истинное день суда, и вот стали неподвижными взоры тех, которые стали неверными. И говорят они, о горе нам, мы были в небрежении, в беспечности об этом, о дне суда, не готовились к нему. Да, мы были притеснителями. Поистине, вы, о неверующий, и все то, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, все идолы и те люди и джинны, которые были довольны тем, что их обожествляют, это камни, служащие топливом для гиены ада, и вы к ней гиене придете и войдете в нее. Если эти, те, которым поклоняются кроме Аллаха, были бы богами, то они не вошли бы в нее, в гиену. И все, и поклонявшиеся идолам их божества, в ней, в гиене, будут пребывать вечно. Для них, для обитателей ада, в ней, в гиене, стенания, стоны от мучений, и они в ней, в гиене, не будут слышать. Поистине, те, для которых предшествовало от нас лучшее, о которых мы уже изначально знали, что они окажутся из числа обитателей рая, те будут от нее, от гиены, отдалены. Не услышат они, обитатели рая, даже и шороха ее гиены, и они будут находиться среди того, что пожелали их души, пребывая вечно. Не опечалит их великий страх в день суда, когда произойдет второе дуновение в рог, и они будут вставать из своих могил. И встретят их ангелы с радостной вестью. Это ваш день, который вам был обещан Аллахом. В тот день, когда мы скрутим небо, как сворачиваются свитки для книг, как скручиваются написанные листы, как мы начали первое творение в первый раз, как мы его повторим, создадим снова, по обещанию от нас. Поистине, мы всегда делаем то, что обещали. И уже написали мы в Писании каждой книге, которая неспослана людям, после напоминания главной книги, которая находится у Аллаха, что землю унаследуют рабы мои, праведные, которые выполняют то, что Аллах повелел им, и отстраняются от всего, что он запретил. И это община пророка Мухаммада. Поистине, в этом, в Коране, однозначно сообщение для людей, поклоняющихся Аллаху, достаточное, чтобы войти в рай. И мы послали тебя, о Мухаммад, только как милость для миров, кто уверует в тебя, как в посланника, тот будет счастлив и преуспеет в этом мире, так и в вечной жизни. Скажи, о Пророк, поистине, сообщается мне откровением, что Бог ваш, о люди, только которому можно служить и поклоняться, есть единственный, истинный Бог, Аллах. Неужели вы не станете покорными Ему? А если они отвернутся от покорности Аллаху, то скажи им, «Я возвестил вам то, что повелел мне Аллах, на равных, в отношении этого знания все мы теперь на равных, и я не знаю, близко или далеко то, что вам обещано, наказание». Поистине, Он, Аллах, знает явное из речи, произносимое, и знает то, что вы скрываете в душе своей. «И я не знаю, может быть, это задержка наказания, которое вы торопите, испытание для вас и пользование до определенного времени, чтобы вы еще больше погрузились в неверие и чтобы затем воздать вам еще большим наказанием». Сказал Он, Пророк, «Господи, рассуди между нами и неверующими поистине, ведь Господь наш милостивый, которому обращаются за помощью против всего того, что вы о неверующие ложно приписываете, против многобожия, неверия, измышлений и лжи». Продолжение следует...